Причина остановки – проверка масочного режима. Выходя на маршрут, водитель автобуса обязан помнить – средства индивидуальной защиты должны быть у каждого. Всегда в маске езжу. Когда с пассажирами, всегда в маске. Но я сейчас один еду. Зачем мне маску одевать? Я же никого здесь... Просто остановили, не успел как-то одеть. За несоблюдение санитарных требований сотрудники городского совета безопасности составляют административный материал. Ежедневно, не только на транспорте, до полутора десятков таких предупреждений. Нарушение было зафиксировано на средства видеофиксации камеры, фотоаппарату. Водитель вызван для разъяснительных мероприятий, кто он, что он. И будет составлен протокол, и с водителем будет проведена вся в полном объёме работа. Увы, такие ситуации не редкость. Только за прошлую неделю в Белгороде было составлено более 50 материалов за несоблюдение масочного режима. Параллельно в ходе рейда сотрудники госавтоинспекции проверяют документы и исправность автобуса, чтобы безопасности пассажиров ничего не угрожало. Орегистрация, страховка, диагностическая карта. Отсутствие хотя бы одного документа из списка – однозначный повод выписать штраф и отправить транспорт на спецстоянку. Санитарные нормы также проверяют на объектах торговли и общепита. Но особый акцент по-прежнему на транспорте. Именно там выявляют наибольшее количество нарушений. Это касается и соблюдения этих норм как самими водителями, так и пассажирами, так и руководителями транспортных предприятий, либо индивидуальным предпринимателям, которые считают перевозку. За нарушением масочного режима индивидуальным предпринимателям грозит денежный штраф до 50 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить до 300 тысяч. Но главное – без маски каждый рискует потерять не только деньги, но и здоровье. Юлия Рожкова и Эдуард Горелов. Такой день на мире Белогорья.